здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут арина и вы на моем канале сегодня хочу вам рассказать об очень дешевом но очень простом методе спасения орхидеи если вдруг вы купили реанимашку или вдруг не дай бог но на ваши любимые орхидейки вы заметили черную гниль или серую гниль корневой системы это средство сто процентов вам поможет спасти вашу красавицу особенно оказать ей первую экстренную помощь в этом да нелегком нелегкой в этой проблеме и это естественно нужно сразу лечить но не всегда у нас под боком оказываются те самые средства или нужный магазин поэтому средства которым я вам сегодня расскажу можно купить в простой аптеке и она очень очень дешево поэтому даже если вдруг такое случилось у вас с финансами тоже да не все гладко вы сто процентов сможете приобрести это дешевое лекарство в аптеке в ближайшей и подлечить свою орхидейку у меня недавно случилось можно сказать моя личная трагедия конечно это говорится именно в в черте орхидеи это не касается никак моей жизни вот просто орхидейная такая трагедия моя эрэн допкин которая отлично росла заболела у нее началась серая гниль корневой системы конечно же это все из-за жары и это у каждого может случиться абсолютно у каждого я специально вам это показала ничего не утаивала чтобы вы могли вылечить свое растение если вдруг у вас такое случится не обязательно что-то и рэн допкин это также может быть любая другая орхидейка мультифлорка не знаю там мини орхидейка миди орхидей гранди флора у любой и вот чтобы вы знали как лечить я вам все показала на как и зачищала корневую систему то самое я серые гнили и обязательно до после обработки такой орхидеи нужно простерилизовать инструменты которые мы которыми вы работали потому что если вы этими же например там ножничками секатором будете до необработанным обрезать корешочки например у новокупленной орхидеи то вы ее также заразить и вот этим грибковым заболеванием серой гнили это очень-очень важно вот она моя красоточка я ее посадила в мох стаканчик с дырочками все и обработала я замочила ее в фитоловине вот такая красотка и кстати прошло совсем немного времени но она начала растить листочек ты же моя девочка ты же моя красавица и корешочек заметно подрос который я пробился из шейки вот он заметненько он так подрос значит ее все устраивает уход ей мой нравится да ну повторюсь орхидейки болеют у всех но не все об этом говорят вот и все так еще одна орхидейка это с ней все в порядке моя красотка дасти бэй просто я ее недавно пересадила она уже пошла в рост как видите так фокус ты где вот я ее из керамзита пересадила также в керамзит с добавлением циона и здесь немного пеностекло там для красоты просто просыпала я вижу ей нравится здесь буквально неделя наверное этой посадки и вот корешочек из шейки там тоже проснулись корешули и пошел расти листочек она бра была обработана пудрой чистотел и вот я буду не смываю чтобы естественно наш защищала от вредителей ну такой вот налет он остается но орхидейка чувствуется прекрасно вот таком горшочки обрабатывать я ее сегодня буду просто профилактически и у меня есть еще один новый беклип я недавно вам рассказывала в своем видео об этом красавчики вот у него проблемы с корневой системой потому что он был доставлен к жару вот он сейчас проходит можно сказать так реабилитацию ему уже полегчало потому что он перестал портить уже корни я его уже обрабатывала фитоловином и он пошел вот листочка расти я его кстати он у меня на лечении еще я его обрабатывала коктейльчиком янтарная кислота плюс nv101 и вот ему полегчало заметно у него даже вот листочки на немножечко в лучшем тургаре стали потому что тургар начал теряться давно что корни естественно тут все все сгнило потому что в самую-самую жару мне его привезли и вот от этого стресса он сбросил свои корешочки такое бывает и цветы бывают сбрасывают до бывает корни бывают начинают сушить листья орхидейки которые библи по бабочки три липса они больше подвержены конечно вот этим вот перепадам температур и стрессом поэтому сегодня он тоже будет профилактически обрабатываться против заболеваний обрабатывать сегодня мы будем супер простым средством это таблеточки метронидозола вот у меня осталось всего одна таблетка потому что я реанимашки свои часто лечу именно таким способом это очень эффективный способ к тому же идет одна таблетка на 1 литр воды это очень просто можно таблеточку растолочь в литр воды всыпать хорошенечко размешать водичка должна быть обязательно теплая и мы протираем листочки нашим красавицам и немножечко проливаем замачивать не нужно просто пролив чтобы попал препарат на зону когда проблемную зону где мы видим что корни под гнили если это листочек да да испорчены конечно мы удаляем обрезаем гниль если это на листочках если это пошли сильно черные пятна мы их тоже удаляем но листики обязательно нужно все равно обработать противогнильным противогрибковым средством очень хорошим таким как метронидозол конечно у нас на рынке существует великое множество препаратов против вирусных и грибковых заболеваний именно для орхидей но не у всех есть возможность их купить поэтому я снимаю такие видео с обычными дешевыми аптечными средствами чтобы каждый мог себе позволить у себя в домашних условиях купить восстановить орхидейку любоваться ее цветением растолкла таблеточку и уже бросила водичку сейчас размешаю да не в первый раз я снимаю этот очень быстро дешевый способ лечения орхидей но вы знаете видео имеет свойство устаревать забываться но после каждого такого видео мне присылают сообщение что реально помогло реально сработало и орхидейка начала восстанавливаться это очень приятно огромное вам спасибо за обратную связь для этого я снимаю свои видео чтобы ваши орхидейки росли радовали вас цвели пышным красивым цветением и вам на радость и мне как человеку который хочет вам помочь конечно же тоже радостно за ваше растение теперь получается размешала я наших растворчик я сейчас протру листочки смачиваю обычную тканевые вот такие вот салфетки кухонные этим раствором отжимаю и начинаю протирать салфетки должны быть влажные но не мокрые сразу 2 смочила и начинаю протирать листочки даже если у вас просто орхидеи да вот именно с корнями проблема листики все равно нужно протирать чтобы лечить комплексно и еще хочу напомнить повторить что если у вас орхидейка больна обязательно должно быть три обработки желательно разными препаратами вот эти орхидейки я первую обработку делала фитоловином сейчас метронидозолом и третья обработка тоже будет чтобы полностью убить эту заразу полностью убить инфекцию грибок точнее точнее что полностью убить грибок в иран добкин такие интересные листочки сейчас у нас уже жара постепенно спадает денечки конечно душные но уже не такие супер жарким как мне кажется и сейчас передают что вообще будет похолодание в этот период сейчас орхидеи начнут давать цветонос это будет резкий спад температур и орхидеи начнут выпускать свои цветоносы главное чтобы они были к этому готовы я сейчас на калийными удобрениями еще не кормила вот но скоро начну зная да о том что им понадобится для пышного цветоноса и хорошего цветения та самая калийная подкормка поэтому тоже видео такие будут обязательно на канале какие удобрения лучше какие я буду использовать какие удобрения новые я буду тестировать но так жду новый листочек этот смотрите какой красивый весь прям в пятнышку в пятнышку надеюсь новый листочек будет не менее прекрасно как раз протерли он теперь чистенький чистенький также и биглибчика протрем красавчика сейчас еще включу ему увлажнитель воздуха пусть здесь сделается холодный туман на балкончике увлажнит все так и теперь проливаем чуть-чуть проливаем с одной стороны с другой чтобы попала на очаг заражения на очаг вот этого гниения но у нас нету цели прям залить растение если вы так сильно в точку роста попала можно промокнуть под листиком тоже вот так и так все архидеки проливаем чтобы попала на корневую систему вот так и все этой обработки абсолютно достаточно для того чтобы восстановить наше растение всем спасибо за внимание пусть ваши орхидейки не болеют и пусть вам даже не пригодится этот способ но если вдруг так случилось не переживайте сходите в аптеку купите метронидозол и обработайте ваше растение и нам скажет только спасибо и пойдет на поправку всем спасибо за внимание всем пока пока